Всем привет! Сегодня видео называется «Дизайн квартиры студии». Квартиры студии широко распространены в западных странах и Америки и постепенно находят своих поклонников в нашей стране. Квартира студии – это жилое помещение, имеющее свободную планировку, лишенную межкомнатных перегородок. Соответственный дизайн студии в этом случае предусматривает оптимальную организацию пространства с достижением комфорта и удобства в использовании. Создавая дизайн проект студии, необходимо провести зонирование общего помещения, при котором необходимо выделить максимальное количество зон, без которых невозможно комфортное проживание человека. Зона отдыха – обеденный, рабочий, кухонный, рабочие зоны, зоны именно зимнего сада, холла, домашнего кинотеатра и другие. Некоторые из таких зон, согласно дизайну интерьера студии, могут быть скрытыми за легкими раздвижными перегородками, которые могут быть изготовлены из стекла, ткани и тому подобное. В большинстве случаев, создавая оригинальные дизайны студии, специалисты используют для зонирования пол и потолок. Именно эти плоскости квартиры студии задают композиции и дизайн проектов студии. Потолки выполняются в виде многоуровневых конструкций, а для выделения функциональных зон с помощью пола используют разнофактурное напольное покрытие, натуральный паркет, ламинат, керамическую плитку и т.д. В зоне отдыха размещают ковры или ковровые покрытия. В зоне кухни, обеденные зоны ванны, на пол укладывают керамическую плитку. Во всех остальных зонах можно уложить паркет или ламинат. Дизайн интерьера студии предлагает использование многофункциональной мебели, которая при желании легко трансформируется. Так, например, стандартную кровать можно заменить диваном, который будет одновременно с этим обеспечивать место для общения. Также можно использовать откидные кровати или кровати, скрытые в подиумах. Оградить зону сна от зоны кабинета или зоны кухни можно с помощью открытых стеллажей, осветительных приборов и разных цветов в отделке. В квартире студии можно предусмотреть полноценную гардеробную, которая сделает ненужным использование шкафов, комодов, полочек и других. Для организации зоны отдыха и обеденной зоны можно использовать стол-трансформер, который будет выполнять роль журнального столика и обеденного стола. А выделить помещение кухни можно с помощью барной стойки или сквозного стеллажа. Планировка квартиры студии вещь достаточно спорная, и с каждым агентством по дизайну она создается по-своему. В любой нормальной квартире обязательно должны быть личные и столовые зоны. Иными словами, у хозяина квартиры должно быть место и для сладкого крепкого сна, и для обеда и приготовления пищи. Понятное дело, что при отсутствии глухих дверей существует опасность пропитать квартиру запахами еды, особенно если хозяин поклонник восточных приправ. И эту проблему должны решать не дизайнерские мысли, а вполне материальные и технические приспособления, такие как кондиционер и сильная вытяжка у плиты, а также приятную хозяину ароматизатора. Тем не менее, зоны необходимы отделить друг от друга. Возникают вопросы, если не перегородками, то чем? Дизайнеры прилагают два варианта, которые могут существовать как вместе, так и отдельно. Это оформление пола и оформление перегородок. Что касается первого, то в определенной зоне, допустим, если вы назовете ее кухонным, пол будет сделан на 80 сантиметров выше, чем ваши личные. Таким образом, поднимаясь на эту небольшую ступеньку, вы символически отрезаете себя от другой части квартиры. Если вы предусмотрите также разное цветовое оформление, как у зон, так и у полов, ощущение огороженности усилится в несколько раз. И дизайнеры обязательно посоветуют вам играть с цветами. Второй вариант – перегородки. Разумеется, идею монолитных стен мы даже не рассматриваем. Они должны быть переносными, легкими и в идеале или прозрачными, или из матового стекла. Не забывайте, что квартира-студия – это в первую очередь легкость, свобода и отсутствие границ. И в таком случае слишком тяжелыми будут даже деревянные перегородки из светлых деревесных панелей. Также можно использовать тканевые ширмы любых оттенков, которые вы сможете переносить из угла в угол. Но для этого нужно окончательно снять какие-либо территориальные ограничения в квартире-студии. Если вы приобретаете компактную мебель, которая легко трансформируется, то сможете переносить ее туда, когда вам будет удобно. К примеру, телевизор вы повесите на полку, которая крепится к потолку, и с помощью роликов, которые катятся по всей квартире. Рельсы для нее тоже находятся на потолке. Большой удобный пуф поставить в личной зоне, неподалеку от Тюана. А при необходимости сможете перевести телевизор в любое удобное место и отгородиться от переносной ширмы от всех. Надо есть – вернете все обратно. Ширмы же можно отгородить кухню во время приготовления и сервировки ужина-сюрприза, если в комнате вы живете с любимым человеком. Одним словом, дизайн квартиры-студии – это полное отсутствие постоянства. Важно соблюдать некоторые правила, которые советуют ужинные не столько дизайнеры, сколько психологи. Первое – никаких ярких и кричащих красок в больших количествах, хотя ярко-красная ваза посреди кухонного стола не восприняется. Второе – никаких тяжелых драпировок из тканей, хотя сбереная шкура около постели тоже возможна. Третье – максимальное количество дизайнерских находок из стекла, вроде ламп, ваз, подсвечников, посуды и всего прочего. Четвертое – барная стойка вместо кухонного стола, да еще и в качестве отгораживания кухни от остальной квартиры. Явный плюс, но еще лучше, если она чудесным образом выезжает в стену, когда потребность не отпадает. Пятое – никаких скульптов, полный рост и темной кожаной мебели. Шестое – консультация со специалистами, которые помогут вам определить, каким должен быть дизайн квартиры-студии, чьим владельцем вы являетесь. Сегодня, пожалуй, нет такого человека, у которого не было бы знакомого, решившегося на снос стенок внутри квартиры. Разумеется, несущие стены необходимо оставить, но и с ними вполне реально из двухкомнатной квартиры сделать 50-метровую студию без намека на перегородки. Такую перепланировку нужно обязательно заказывать у специалистов. Даже если вы и без них прекрасно знаете, что и где будут находиться, не хотите делать их с помощью дизайн-квартиры-студии, ограничитесь вариантом планировки, который должен заставлять только специалистов. Заниматься этим может как строительная компания, чьи квартиру купили, так и дизайн-бюро. Когда перепланировочная работа будет закончена, приступайте к декорированию квартиры собственными силами. Пожалуй, наиболее распространенный вариант перепланировки многокомнатных помещений – это соединение комнат в одну и арка вместо двери в кухню. Таким образом, кухонная зона от жилой все-таки делается, что часто решает проблемы швов и запахов. Однако вы можете стать и невольным владельцем квартиры-студии, если не подумав, приобретете в строительной фирме квартиру свободной планировки, которые не будут заявлены в качестве студии. Это будет обыкновенное бетонное помещение, в котором на полу будет выложена примерно полуметровая перегородка-ориентир для хозяев, которую дальше придется возводить стену самим или ломать. При условии, что она по плану не должна быть несущей, и до поднятия студия ему будет далеко, хотя бы потому, что свет, проведенный там, изначально будет рассчитан на наличие перегородок, а не на их полную ликвидацию. На этом все. Спасибо, что посмотрели мое видео. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok